История появления скандинавской ходьбы берет начало с финляндских лыжников, которые начали заниматься спортом вне зимнего сезона с помощью специальных палок. Ведь новчане не отстают от этой традиции и также активно занимаются спортом. Во время занятий скандинавской ходьбой активные долголеты делают три вида зарядки – дыхательную, общеукрепляющую и общеразвивающую. Это помогает подготовить организм, разогреть суставы и мышцы. Технику выполнения подскажет инструктор Татьяна Максимова. На свежем воздухе активно очень проводим и можно заниматься пять раз в неделю. То есть любой день с утра, каждый день выходит скандинавская ходьба, разные преподаватели. При таком виде спорта задействуется 90% мышц, в то время как при обычной ходьбе только 70%. Весь секрет в технике – ровная спина, сведенные лопатки, активное движение рук и ног. Участники занятий отметили положительный эффект. Очень бодрит занятие. Во-первых, сначала разминка, потом ходьба. Стараемся проходить не менее 6000 шагов в день, а то и больше получается. Стала у меня спина ровная, здоровье поправилось немножко. Чувствую себя на все сто. Члены клуба «Активное долголетие» полностью оправдывают свое название. Холод и заснеженные тропинки – не помеха любви к спорту. Участники выходят в парк и проводят время с пользой. У нас очень ответственные люди, добросовестные. И вот это вот их каждодневное занятие с кандинавской ходьбой, им придает стимул жизни организовывать. Все-таки возрастным людям с утра проснуться, собраться, прийти. Это великий труд. Не лежать на диване до 11 часов, а все-таки прийти и заниматься. Самое длинное путешествие начинается с первого шага. Члены клуба «Активное долголетие» показывают, что для них возраст не помеха.